итак друзья мотоцикл новый мы привезли но как вы видите здесь его нету а это все потому что сегодня как и обещали мы будем проводить тест-драйв но начнем не с этого а все-таки с того мотоцикла во-первых потому что свечи отсюда я выкрутил и поставил туда пройдемте итак вот так он выглядит честно говоря получается сейчас на свет он стоял год а то и больше и на свет он сейчас выглядит так ужасно он просто грязный как ну как нормальные дни про который работал в селе давайте давайте же сейчас попробуем его завести вот так вот с нуля я только поставил сюда аккумулятор я честно говоря вот как заводить эти карбюраторы я их не люблю но сейчас будем пробовать так зажигание включилась нейтрал очка зарядка или то давление масла пробуем я не знаю о пациент скорее жив как говорится моя любимая фраза уже скоро будет про днепры понял понял это я что слабенько совсем я думаю уже пора раздеваться как обычно да это оказывается лампочка давления масла потому что оно пошло и ушло не раздеваться еще рано боя что у меня что-то микрофончик подключен еще раз так так на что-то было буль какой-то так что давай пробовать еще вот так вот вот так вот давайте танцевать и танцевать как на и даже есть холостой но я не знаю слышно или нет вот это все очень сильно тарабанит на самом деле тарабанит только вот эти вот штучки которые держат стекло тут еще было стекло, но за стекло мы его просто не смогли вставить в кусик но я думаю, что пока что вот именно эту версию мотоцикла я и протестирую ладно, пусть прогревается а я пошел тоже одеваться работает ого, куда ты так оделся? ты шо, это же Днепр а я просто буквально буквально вчера в Лифаново-Одовском чате я одного малого приторвил что он, ну малого, он уже не сильно малой одного паренька приторвил что ездить в шлеме даже со скоростью 20 км в час даже если тебе 100 метров проехать не стоит поэтому как я после этого могу сам поехать даже по гаражам без шлема плюс это Днепр тут по-любому надо наколенники тут спина, налокотники, все это дело ладно фух пробуем завести еще раз он уже прогрелся он готов к тому, чтобы ехать без ручек, без ничего а чего стоило еще ожидать я поехал так, это телега она реально очень тяжелая но вот так вот можно сделать ее спокойно самому а вот назад ставить самому не получится так еще что мне нравится в Днепре сейчас чтобы уже не мучить сцепление это вот такая штука с нее и начнем плохо тут же здесь только задний тормоз а переднего нету совсем вот тут была коляска так что мне нравится ага сейчас глазами нащупаю о зеркало сзади никого нету вот это тема мне нравится ребенка не задавить а давай же дружище оп вроде бы все да ну что вперед на повороте колено могут задеть первая где же эта подножка вот нашелся и ого ледик все и так первое ощущение тормоз могу найти первое ощущение что это очень здоровый мотоцикл тут я лучше вот так вот сделаю ножкой так первое ощущение что это очень здоровый мотоцикл вчера я на нем уже проехался если честно вот буквально до этого поворота и назад но вчера переднее колесо было очень спущено и у меня возникло ощущение как будто я просто борюсь с мотоциклом а не еду на нем то есть как будто он главный а я тут чисто так а сейчас совсем другие чувства ногам очень удобно обнять баг жалко что сюда не получится проехать хотя может и получится но ладно поехали пока прямо по луже по водичке ничего это же Днепр он и не такое видал такс в поворот закладывается ну короче говоря все как только получается мотоцикл развивает скорость хотя бы 10 км в час все вес его не ощущается практически совсем вот тебе пожалуйста наклоняешь его как хочешь главное по ровному только не по нашим этим колдобинам сейчас нужно будет заехать где-то в какой-то еще ряд нормальный и попробовать включить вторую хотя бы я не знаю ну вот пожалуйста нормально раз вправо влево поворачиваем зеркало вообще ничего не видно нужно его крутануть ну а так вот первая передача скорость практически 20 км в час вполне себе нормально не вижу кто сзади кто спереди сейчас въеду в тот же самый ряд асфальтовый и посмотрим что будет конечно звук этот глушитель не глушит практически ничего если честно так сейчас поворотников конечно же левый поворотник тут есть правый был с коляской покажу этому уважаемому что я поворачиваю налево рукой показал ну давай тут попробуем сейчас разогнаться до второй есть если не бросать сцепление то переход плавненький достаточно но у меня он получился не сильно плавненький а я же еще и с открытым визором еду получается на ручку газа реагирует он очень хорошо и открывается и закрывается все четенько закрыл ручку мотоцикл тормозит двигателем открыл начинает разгоняться типа так так чтобы не никого тут на лексусах не испугать сейчас будем аккуратненько входить в эту лужицу как-то вот так вот давай братишка ты можешь хорош ну что первые впечатления какие вот это все на одиночке который я сейчас сделал этот мотоцикл оно получается чуть-чуть лишневатое потому что вот это как бы нагромождение да может сейчас мы выедем куда-то на дорогу да если когда-то мы выедем сейчас мороз то может оно и помогает но сейчас пока что это мне кажется чистое лишнее нагромождение которое только добавляет вес еще что хочется сказать что здесь нету переднего тормоза но я реально привык что передний тормоз у нас основной а задний чисто вспомогательный поэтому не очень привычно мне пользоваться только задним тормозом особенно прикол был когда я заезжал в гараж а у меня как видите здесь вот чуть-чуть спуск и и что ничего себе заднее колесо так как чуть-чуть спуск и получается что приходилось одновременно нажать на тормоз переключать передачу и потом газом назад себя выталкивать то есть это получается был старт в горку да еще и задом вот немножко было неудобно так что обязательно сделаю сюда сейчас передний тормоз кстати свет пробовал тоже достаточно неплохой ну хотя опять-таки достаточно для такого мотоцикла так что как-то так в принципе ничего жду уже выезда в город как-то так камера хоть была включена была ну что Даш как смотрится вот так 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 или так понял хорошо теперь надо звать Аню не наверное сейчас я прям в гараж заеду сейчас еще раз задам что там у нас так настроение в зеркало интересно смогу ли я его завести вот так вот сидя так насморк потому что минус один на улице ну что нитровочка жда как я и жадик вот так вот заводил пожалуйста и этот так же можно так задний ход раз все пробуем не честно говоря задом с шлемом тяжело потому что вот в этом а подожди у меня аж включена задняя просто-напросто не получится потому что у меня слишком маленький обзор в этом шлеме МТ поэтому сейчас я шлем сниму и заеду в гараж так вот поэтому отдыхай пока дружище ну что теперь второй мотоцикл с более громким выхлопом даже потому что там нет выхлопных насколько легче когда в мотоцикле работает передний тормоз Дашенька ой так мы давай наверное туда же сейчас выйдем как думаешь я вас там поставлю я думаю да хотя этот насколько он меньше как видите другое сидение нету заднего крыла прилив передний огрызок и шо и нету всех этих обвесов-навесов так что он реально килограмм ну я не знаю на вид килограмм на 30 легче так раз два три пожалуйста тут я вообще не мог этот сам спокойно ну что будем пробовать второй мотоцикл конечно только что я его завел прогреваю и я не могу понять что с тем карбюратором смотрится он конечно красивее сзади и скорее всего и скорее всего вот это вот сиденье я и оставлю фух ну что тетя мне спасибо что подержала пришлось подвязывать подножку на всякий случай выпружены там нету пробуем завести все пускай я держу ну заводится там легко а вот на дроссельную заслоночку на ручку газа реагирует не очень если честно то есть так ощущение что карбюратор просто не настроен вот как-то может то я просто стесняюсь так что тут подсос на карбюраторах полностью убран ну что я думаю что здесь я не очень хочу тестировать эту самую заднюю передачу потому что мне кажется что здесь сцепление чуть-чуть ведет самое главное что ребята чтобы меня сейчас было слышно ну и плюс если я заеду на этом мотоцикле внушу то меня точно обкидает водичкой поэтому я не думаю что мы сейчас поедем далеко но пробуем итак первое никаких сигналов что это первое нет ох сцепление ведет очаг боже мой боже мой я не поеду никуда где тормоз задний есть отлично нет я на этом чуде никуда не поеду я вам серьезно говорю почему во первых ага это первое да фух во первых потому что задней подвески нету то есть задние амортизаторы они ни капельки не амортизируют а то тупо два ну короче я так вроде и прыгаю да но я прыгаю там вообще нету никакой жидкости они вытекли я наверное попозже расскажу почему передняя вилочка но у меня сейчас палец травмирован короче я думаю что с передней вилкой тут тоже самая история ну поехали назад ух рывочек ебал карбюраторы работают плохо рулевое управление тоже не в красную армию короче это просто ужас в общем что с вами друзья случилось в общем итог какой этот мотоцикл просто ну ты понимаешь насколько он дубовый боже вот я думаю если бы если бы я сразу же прочувствовал начал чувствовать Днепр именно с этого мотоцикла я бы сказал что я на эту хрень больше никогда в жизни не сяду хорошо что я начал тестировать Днепр с того потому что это ооо я сейчас я даже не могу подобрать нужные слова чтобы описать этот мотоцикл это просто днище чего сейчас заведем гараж и там я уже расскажу чего итак друзья проехался я на двух Днепрах вроде бы одинаковые с виду но разница колоссальная всосанный убитый и нормальный ухоженный Днепр что сказать если скажу так если бы я проехался только на этом Днепре который я собирал я бы сказал что мне Днепр никогда в жизни не нравится я больше никогда в жизни на него не сяду потому что это не мотоцикл это что попало но когда я первый раз проехался на этом у меня совсем другие впечатления да здоровый да тяжелый да управлять им немного сложнее чем обычными мотоциклами которыми я раньше управлял мелко-кабутурными китайцами но все равно он имеет место быть и едет он вполне нормально и можно держать 20 км в час или там 15 на первой передаче по нашим рядам и можно дать джазу и навалить чуть-чуть по городу так что вывод какой никогда не покупайте вот такие вот убитые Днепры или если вы их покупаете то будьте уверены что вам придется в них чуть-чуть положить в первую очередь мне не понравилась здесь подвеска сзади вообще уже нету никакого масла и ты просто сидишь во первых сидения да тут мягенькое тут жесткое и ты на нем едешь как на да я не знаю как на кодулях вот так вот то есть каждая ямка чувствуется во вторых передняя вилка то же самое я вроде бы тут колесо потоньше вроде бы управляемость должна быть получше но за счет того что тут какой-то есть люфт в рулевой колоночке за счет этого и ну и я думаю что вилка там тоже или пустая или просто убитая за счет этого мне просто на нем очень было некомфортно в паре уже третьим лотом идет к этому всему сцепление которое просто проскальзывает я когда ставил его туда я уже видел что там оно ушатанное почти в ноль стертое но ну как бы мне деваться было некуда поставил его и хорошо просто хорошо спасибо Виктору который позвонил мне во время и не дал сразу главное попробовать причем и Аня не дала мне сразу проехаться на этом мотоцикле но я бы сказал не Виктор я у тебя этот покупать не буду хорошо что вот так сложились карты что мне позвонил он и сказал что есть вот такой Днепр в хорошем состоянии и действительно вот на этом Днепре ездить можно и наверное вокруг него я буду строить проект единственное что все таки вот это сидение мне очень понравилось и строить я буду его вот такого плана но на нормальных запчастях фух сказочка у каждой сказки бывает хороший конец в моем случае конец хороший но на самом деле это еще не конец и шестой серии или седьмой уже таки быть все всем пока спасибо спасибо Продолжение следует...